Друзья, здравствуйте! Я Станислав Черноног, автор и создатель этого канала, и у меня немножко неловкий ролик. Я расскажу про свой личный опыт. Я после того, как переболел ковидом, у меня кардинально изменился запах пота. Честно говоря, я стал подванивать. Напишите, пожалуйста, у кого был подобный опыт, либо у вас, либо у ваших близких. Как-то изменялось состояние здоровья. Например, вы чем-то болели или заболевали, и это приводило к изменению запах пота. Здесь, друзья, очень важно понимать, что если запах пота изменился, то это важный признак, который ни в коем случае нельзя упускать, потому что если мы его пропустим, мы рискуем огрести неприятности. Во-первых, если вы женщина, и у вас начали пахнуть подмышки, это означает, что у вас забились лимфатические узлы возле молочных желез. Соответственно, если процесс продолжится, то будут маститы и всяческие уплотнения внутри молочной железы. Кроме того, плохой запах в подмышках будет означать, что наша лимфатическая система не справляется. А это говорит о том, что у нас есть трудности по иммунитету. Иммунитет, как вы знаете, он борется со всем плохим, что может угрожать нашему организму. Это и вирусы, и бактерии, и грибы, и раковые клетки, которые тоже уничтожаются иммунной системой. И то, что у нас с вами иммунная система не справляется с веществами, которые формируют запах, говорит о том, что наша иммунная система хуже будет справляться со всеми угрозами, которые поступают в организм снаружи и изнутри. А это означает, что мы будем чаще болеть простудными заболеваниями, у нас будет хуже зубы, это будет означать, что у нас будет хуже кожа, кожа начнет стареть, начнутся прыщи, не говоря о воспалительных процессах внутри рук, суставах и прочее, прочее, прочее. Для того, чтобы разобраться в том, откуда у нас берется запах пота, давайте поймем, что у нас есть непрерывное производство из хороших веществ, посредством обмена веществ, плохих веществ, токсических, которые попахивают не очень хорошо. Их надо из организма выводить. Организм выводит их с мочой, организм выводит их при помощи кала, например, через слизистые тишечника вредные вещества выходят с калом. Кроме того, это с дыханием, мы выдыхаем летучие вещества и, конечно же, гинекология или простата у мужчин. А самый главный способ, последняя надежда нашего организма – это кожа, которая является самым большим органом нашего тела, прежде всего через потовые железы. Соответственно, если нагрузка легла на потовые железы, значит, с остальными каналами вывода токсических веществ есть трудности. И, соответственно, для того, чтобы избавиться от запаха пота, надо разгрузить те системы, которые находятся вблизи тех мест, которые попахивают. Здесь хорошей новостью является то, что, с одной стороны, запах пота является некой диагностической сущностью. С другой стороны, в тот момент, когда вы начинаете работать на структуру, например, в руках или в пахах, и запах пота исчезает, это означает, что вы спасли себя, избавили себя от огромного количества потенциальных проблем. Если мы говорим с вами про подмышки, то, конечно же, самым эффективным способом справиться с запахом пота будет работа по трем следующим направлениям. Во-первых, мы должны расслабить мышечные структуры, которые окружают нам подмышечную ямку. Во-вторых, нам необходимо наладить циркуляции лимфы, которая идет от рук и от боковой поверхности корпуса, и таким образом наладить отведение этих веществ нормальным и естественным путем. И, в-третьих, нам очень важно, чтобы у нас с вами были изменения по нашей психосоматике, потому что иногда запах пота связан с тем, что мы нервничаем, тревожимся или боимся, и эта тревога проявляется в том, что мы сдерживаем свои движения в руках или в этих руках слишком много движений, и это тоже балансируется посредством упражнений, например. Обо всем этом я буду рассказывать в рамках своей программы, посвященной верхним конечностям, всем тем трудностям, которые связаны с суставами онемения, тем трудностям, которые связаны с эстетикой, красота, дряблость и все такое. И, кроме того, сила и ловкость рук – это то, на что мы ориентируемся в нашей программе, чтобы у вас это было. Мы в этом ролике не будем работать с неврологией, психосоматикой. Мы поработаем исключительно с лимфатической системой, и для этого я позову модель. Смотрите, вот у нас с вами есть лимфатические узлы, которые располагаются по передней поверхности подмышки. Это очень важные лимфатические узлы, потому что они, если с ними есть трудности, особенно для женщин, они вызывают мастерпатию, и у огромного количества женщин они эти воспаленные лимфоузлы вырезают, от чего с грудью становится только хуже. Поэтому, если перестал нравиться запах, то особенно внимательно посмотрите этот ролик. Итак, что нам важно знать про лимфатические узлы? Что лимфатические узлы собираются в последовательную цепочку, и если мы хотим очистить лимфатический узел, который находится далеко, то нам надо сначала очистить лимфатический узел, который находится совсем близко, потом чуть подальше, потом подальше, а потом уже далеко. То есть, условно говоря, лимфа двигается как река, и для того, чтобы лимфа достигла выхода в море, в открытое, в нашу венозную систему, необходимо сначала расчистить устья, а потом уже двигаться к верховью. Таким образом, чтобы избавиться от запаха пота с точки зрения лимфатической системы, мы с вами поработаем сначала с венозным углом. Смотрите специальный ролик у нас на канале, который посвящен этой мега важной теме. Потом мы с вами работаем с подключичной артерией, и в конце мы с вами работаем, собственно говоря, с подмышечными лимфоузлами. Сразу, я уверен, мне скажут, что такое работаем, когда работаем с лимфоузлом. Здесь история следующая, что мы категорически не должны с вами ни на что давить, когда мы работаем с лимфатической системой, потому что лимфатические узлы, они очень нежные, с ними необходимо обращаться бережно. Как же мы с ними работаем, если мы не можем на них, собственно говоря, надавить? Как? А штука в том, что когда мы просто прикасаемся к лимфатическому узлу, это приводит к тому, что сигнал через рецепторы идет в спинной мозг, потом поднимается в головной мозг, и там головной мозг уже принимает решение о том, что батюшки, лимфатический узел-то у меня спазмирован, и давай-ка я его распущу. И происходит высвобождение застойной лимфы. Здесь мне очень важно до вас донести, что если у вас длительный застойный процесс, будете с тем, что я вам покажу, крайне аккуратный, потому что можно почувствовать некоторое недомогание, если сразу вы дадите слишком большую нагрузку. Итак, мы с вами проработали, посмотрели наш предыдущий ролик про венозный угол, проработали венозный угол. После этого вы заходите в пространство под ключицей, можно сделать это своей рукой, и чувствуем биение пульса под ключицей. Давайте попробуем другой ручкой. И слушаем, считаем 15 биений сердца. Слишком долго не будем ждать. Это для практики. Следующее. Вот вы слишком сильно давите. Надавите так поверхностно, как только можете, чтобы слышать биение пульса. Я уверен, что вы все давите изо всех сил. Не делайте этого, пожалуйста. Напишите в комментариях, кто стал давить слабее. Напишите в комментариях, кто чувствует биение пульса. Напишите в комментариях, кто почувствовал тепло в руку. Следующим движением будет движение, когда мы берем и накладываем вот здесь вот ручку на переднюю поверхность подмышки. Можно вот так вот наложить. Мне кажется, вот так вот лучше всего. Только локоток отпустите и расслабьтесь. И получите удовольствие от процесса. Самоисцеление, которое делается с серьезным и мрачным видом, гораздо менее эффективно, чем самоисцеление с улыбкой на лице. Что-то у нее щелкает в позвоночник. Видите, аж позвоночник встал на место. К слову, это вполне возможно не шутка. И следующим движением, которое мы с вами сделаем, мы вот так вот берем аккуратненько себя по руке, сливаем лимфу в подмышечные лимфоузлы и сливаем лимфу из... Вот смотрите, вот сюда вот мы по внутренней поверхности плеча вот сюда вот в подмышку, по пространству под ключицы в подмышку. И тут странная мысль. А потом сверху подключиться в венозный угол. Вот, отлично. Итак, вверх. Это очень поверхностное движение. Вот такое вот поверхностное движение. Потом вот так вот очень поверхностное движение. И после этого поверхностное движение к шейте. Выполняйте эти движения так легко и так мягко, как только у вас получается, 3-5 раз для каждой стороны. Фиксация руки на венозном угле, на пространстве под ключицей и в пространстве по передней поверхности подмышки по минуте на каждую точку с каждой стороны. Таким образом, друзья, я даю вам, в силу того, что не могу вас контролировать, я даю вам мягкие и безопасные техники. Для того, чтобы получить результат, вам потребуется некоторая настойчивость. Соответственно, хотя вы пахнете прекрасно, проявляйте настойчивость, пишите про ваши результаты, но хотите быстрее, приходите ко мне на программу, где мы поработаем последовательно. Вот у нее, например, смотрите, у нее здесь очевидно застой по малой грудной, то есть пережато кровообращение отток лимфы. И у нее вот еще здесь вот неврологические проблемы. Несмотря на то, что наша модель пахнет прекрасно, но проблемы потенциальные по молочной железе – это то, на что я бы хотел обратить ваше внимание, мой дорогой друг. Соответственно, обнаруживаете вот здесь вот набрякшие подмышки, обнаруживаете в себе запах пота, обнаруживаете, что рука, как это стало, не очень красиво и дряблая, знайте, что надо работать с лимфатической системой, с психосоматикой и с мышцами. У меня часто спрашивают, посоветуете, как опытный массажист, с чем работать в первую очередь? Отвечаю – руки и весь плечевой пояс. Этот ответ многих удивляет, ожидает услышать позвоночник, шею, все что угодно. Но не руки, а ведь регион плечевого пояса, он реально помогает нам долгие годы оставаться в здравом уме и твердой памяти. Если есть проблемы с руками, то страдает и голова. Кровоснабжение головного мозга нарушается, так как мышцы рук и головы напрямую связаны. Неспроста, когда малышей учат говорить, начинают развивать моторику, дают им в руте мелкие предметы. Движение пальцев они стимулируют речевые центры в мозге. Вывод – хотите сохранить ясность ума – работайте с руками. Скоро я проведу прямой эфир для вас про руте, и на нем поделюсь с вами практиками, которые уже исцелили тысячу рук моих клиентов и помогли им жить насыщенной жизнью. Покажу простые упражнения для здоровья плечевого пояса. Победим с вами боль, например, онемение, потерю подвижности, возрастные изменения рук. Предотвратим деформацию суставов, ранее старение и дряблость кожи. Вернем рукам силу, красоту и подвижность. Мы сделаем с вами простые практики, которые сможет повторить каждый в домашних условиях. Обязательно регистрируйтесь на эфир, если хотите взять здоровье и долголетие рук в свои руки. Надеюсь, что вы не просто развлеклись, а получили для себя какую-то пользу. Тогда поставьте лайк, отправьте это видео какому-нибудь своему товарищу, подберите какой-нибудь вежливый предлог, потому что, может быть, люди обидятся. Тем не менее, напишите в комментариях, как человек отреагировал, был ли он вам благодарен. Ну а с вами, как всегда, был Станислав Чернонок из Школы векторного массажа, а также одноименный канал. До новых встреч, друзья. До свидания.